Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос, и, пожалуй, начну с дополнения вашего, ответив вам на вопрос. Ну, формально, имелся взять вы, конечно, можете формально, то есть, исключение брака, роспись, штамп в паспорте и так далее. Но, фактически, семье у вас вряд ли возможно появиться, потому что у вас нет доверия. И определенно есть некоторые проблемы в отношениях, потому что измены при всей их негативной стороне, при всей их негативной черте, измены никогда не бывают просто так, у измены всегда есть причина, и в данном случае вы эту причину, судя по всему, не знаете, то есть, вы не знаете, почему именно ваш мужчина вам изменял, почему он вас скрывает, например, и так далее. И поэтому, ребенок, отношение ваше не укрепит. Ребенок, он привязет вас друг к другу. Да. Но отношение не укрепит, потому что нельзя укрепить то, в общем-то, что было разрушено до него, еще до его рождения. Кроме того, мужчина, он ведь может любить ребенка, искренне любить ребенка, но при этом совершенно не обязан, например, любить вас. И если он, например, будет с вами из-за ребенка, то он будет выполнять свои, например, отцовские обязанности и будет хорошим отцом для своего ребенка, но при этом, если между вами отношения не очень хорошие, то непонятно, что и кто может ему помешать вам из меня. Ну и использовать ребенка в качестве средства для сближения, укрепления ваших отношений и для того, чтобы он на вас женился, мне не думается, что хорошая идея. Ну хотя бы потому, что ребенок все-таки это недостаточный, отдельный человек и средством выступать он не должен. Это вот ответ на ваш вопрос в дополнение. Теперь переходим к основному тексту и я его опять же зачитаю. Значит, вы говорите, что у меня сложилась, возможно, банальная, но сложная для меня ситуация. Вот здесь даже в ходу можно заметить, как вы принижаете себя. В ходу можно заметить, как вы сразу обесцениваете свою проблему. То есть, проблема есть, она для вас сложная, но вы говорите, что она банальна. Как может быть банальная проблема, если она для вас сложная, не очень понятна. Далее. Далее вы пишете о том, что вы сейчас беременны на седьмом месяце и ваш гражданский муж пока на вас не женится. Интересно, что по факту вы написали это до того, как написали о том, что у вас произошло. Про измены, про неудовлетворенность, про то, что вы разошлись, про то, что он вернулся и так далее. Примечательно, что вы пишете об этом до этого обстоятельства и говорите о том, что понимаешь это плохо, но верю в лучшее. Верить в лучшее в отношениях, это конечно хорошо, но к сожалению, к сожалению, мало эффекта приносит. Вот вы верите, что он на вас женится, но при этом никакой мотивации ему для того, чтобы он на вас женился, ему не даете. А он, напротив, вам изменяет и жениться не собирается. Испытствует тогда вашей веры. Я был больше беспокоен то, что как раз на 7 месяце, как раз 7 месяцев назад, у нас была большая ссора. Я узнал, что он не изменял два года с одной женщиной. Мы наошлись на время, но я узнал, что забеременело от него и попросил вернуться. Зачем? Решили ли вы проблему свою, которая изначально у вас была? Решили ли вы те разногласия, которые у вас мыли? Поняли ли вы причину, по которой мужчина вам изменял? И осознаете ли вы, что в тот момент, когда вы попросили его вернуться, вы как бы унизились перед ним? Как бы показали ему, что нуждаетесь в нем? И, в принципе, дали ему понять, что готовы принять его без даже каких-то объяснений, без каких-то разговоров, без каких-то условий. Ведь, по сути, он нам изменял, и по сути, два года, и непонятно, как он к этому относится. Считает ли он, что это плохо и так далее. Понимаете? Также не очень понятно, как решается вопрос именно с доверием. То есть, понятно, что доверие между вами нет, теперь, после этого. А вы эту тему вообще не затрагиваете совершенно. То есть, вам мужчина изменил, изменял два года, вот, вы попросили его вернуться, он вернулся, и вроде как вообще все хорошо, как будто ничего не было. Получается так, или я неверно вас понял. Ну вот, по описанию получается так. Так, вы попросили его вернуться, и он вернулся. Меня отвержают мысли, что так на него повлиял будущий ребенок, и у нас получится семья. Знак вопрос. Так, Ирина. Он вернулся к вам из-за ребенка. Да, на него повлиял ребенок, да. Ребенок чувствует ответственность. Или вы думали, что, или вы думаете, что вот тот факт, что вы от него беременны, и что у вас будет ребенок, уберет причину, которую он вам изменял, например. Ну, это было бы довольно наивно, так думать. Непонятно, откуда вы взяли эту идею, эту мысль. Понимаете, откуда у вас вот эта вот позиция? И вас считают мысли, что так на него повлиял ребенок. А это не мысли, это факт. Факт в том, что он вернулся к вам именно из-за ребенка, по сути. Да. И что указывает на то, что может быть как-то по-другому, Ирина? Вот вы сами свою позицию постарайтесь немножечко более четко обозначить. Если вы думаете что-то, вот вы говорите, что у нас получится семья, да. То почему вы считаете, что у вас получится семья? Что она это указывает, что у вас получится семья? Да. Понимаете ли вы, что у вас есть определенные проблемы, из-за которых, собственно, мужчина, ну, как бы, вам изменял два года с другой женщиной. Два года изменял. То есть, это довольно серьезная проблема. И о какой семье может быть речь, если, ну, я имею в виду гармонической семье, может быть речь, если у вас не решенные проблемы, и вы эти проблемы вообще, как я понял, даже решать не пытаетесь. Чего мужчина хочет, как его можно удовлетворить, там, с чего он хочет, что ему нужно, с чем он нуждается, понимаете? Вот этого всего нет у вас, а вы говорите про семью. Далее, значит, так, я боюсь, что его измены могут продолжиться, точка, а вы как бы через запятую пишите, что недавно увидели в соцсети, что он скрывает меня и друзей, и на странице никакого упоминания обо мне. Ирина, ну, вы боитесь того, что измены могут продолжиться? Ваши страхи, они обоснованы, они имеют место быть, но вот о чем подумаете. Во-первых, почему измены для вас так страшны? Во-вторых, откуда такое желание создать семью? Что для вас семья? Для чего она вам? Во-вторых, это во-вторых. В-третьих, что вы можете сделать, вот конкретно вы, что можете сделать для того, чтобы мужчина вам больше не изменял? Он захотел, там, например, упомянуть о вас, как вот вы говорите, да? Вот что вы можете сделать для этого? Вот конкретно вы. То есть, у вас два варианта развития событий, либо вы боитесь измены и что, проявляете себя неуверенно, да? Предъявляете своему гражданскому мужу претензии о том, почему он вас не упоминает, почему у него фотографии с другими девушками там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но получается так, что вы хотите семью, непонятно для чего, иначе она, да, думаете, что ребенок сможет укрепить ее, но при этом сами, вот сами решать какой-то вопрос, связанный с тем, почему мужчина вам надо же изменять и откуда взялась его неудовлетворенность, вы решать как-то не торопитесь. А ведь это очень важно для того, чтобы отношения именно в семье были крепкими, не через ребенка, а именно между двумя людьми, и уже потом эти два человека могут сделать ребенка счастливым, если вы сейчас следите за моей мыслью. Далее, значит, мужчина скрывает меня из друзей. Почему? Что заставляет его это делать? На традиции никакого упоминания обо мне. Тот же самый вопрос. Что заставляет его это делать? Статус в активном поиске и фотографии с другими девушками. Опять же, мотив. Что заставляет его это делать? Как вы увидели в соцсети, что он вас скрывал? Я думаю, вам имеет смысл поговорить с ним и откровенно все моменты прояснить. Либо мужчина с вами и пытается гармонизировать отношения через диалог, через разговоры, через определенную работу, может быть даже работу с психологом вашего совместного. Либо он с вами просто для галочки и каждый из вас живет своей жизнью. Либо вы расходитесь и не мучаете друг друга. Думаю, сомневаюсь, что это варианты развития для вас наиболее вероятны, наиболее возможны. Далее. Это ужасно было для меня. Я не понимаю, почему он со мной живет в таком случае. Из-за чувства ответственности перед ребенком, ребенок его и мужчина понимает, что ребенок должен быть с нами, но при этом, при этом, при этом, его отношение к вам, как он видел вас, все это осталось так же. И у меня вопрос, а на что вы надеялись? Без изменения своего поведения, на что вы надеялись? Ирина. Вот, скажите, пожалуйста. Знаете, все ваше сообщение, оно пропитано какой-то растерянностью. От счастья, я вас понимаю, но от счастья ваша растерянность, она идет, она идет из куда более ранних источников, а не из того, что произошло сейчас. Соференность ваша идет, например, из того, что мужчина два года вам изменял другой женщины, а вы два года, по сути, сели с ним в гражданском браке. За чего? Зачем? Почему? Может быть, вы так хотели семью и думали, что вот он даст вам это, но зачем вам семья? Как вы можете верить сейчас в лучшее, если он вам уже изменял отношения с проблемой? Как вы можете верить в лучшее, не стараясь эти проблемы убрать? Вот об этом и я рекомендую вам подумать. На этом все. Надеюсь, это помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам отвечу. А если вы решите написать дополнение, то, пожалуйста, также в личку известите меня о том, что вы это сделали, я прочитаю и дополню свой ответ. Если вам понравился мой ответ, моя запись, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за просмотр!